В день принятия воинской присяги быть достойными защитниками своего Отечества поклялись 24 курсанта военного факультета Купаловского университета. По традиции торжественное мероприятие состоялось в памятном для всех гродницев месте на Кургане Славы. Поздравить ребят со знаменательным событием прибыли руководители воинских подразделений Республики Беларусь, представители власти, университета, преподаватели факультета, а также родные и близкие курсантов. Сегодня курсанты военного факультета принимают присягу первокурсники, которые выбрали из своей профессии воинскую службу. И нужно сказать, что сегодня надо гордиться этими молодыми людьми, которые хотят связать свою жизнь, будущую рабочую жизнь именно с военной службой, защищать родину, защищать мирное небо сегодня, которое мы имеем. Обеспечение вооруженных сил – это одна из составляющих толового обеспечения, можно сказать, практически основная, потому что ни один военный, ни один человек воевать голодным не пойдет. Поэтому востребованность есть всегда, подготовка на факультете считается постоянной, очень хорошие кадры выпускают. С наилучшими пожеланиями и напутственными словами к первокурсникам обратилась ректор ГРГУ имени Янки Купалы Ирина Китурка. Вы в начале пути. Не теряйте ни минуты, не теряйте времени. Постигайте все, чему вас будут учить на военном факультете. Военный факультет имеет замечательные традиции уже, и вы должны эти традиции не просто беречь, а эти традиции приумножить. Будьте здоровы, счастливы и помните всегда всю жизнь слова этой военной присяги, которую вы принесли, и более того, за слова, которые вы поставили свою подпись. Это важные слова, которые нельзя взять обратно. Несите их с гордостью, с честью, а мы будем гордиться вами. Во время, когда вы будете курсантами военного факультета, но еще больше, надеемся, когда вы уйдете в свои части и будете служить на благо нашей страны. Стоит отметить, что военный факультет Купаловского университета уже более 10 лет готовит высококвалифицированных специалистов и пользуется повышенным спросом у абитуриентов. Мы набрали в этом году 28 первокурсников. Они уже прошли начальную профессиональную подготовку, которая проходила у нас на полигоне 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Ребята проявили себя с самой лучшей стороны. Они выполнили упражнения учебных стрельб из автомата Калашникова. Прошли успешно обкатку танками, закалились психологически, физически, ну и уже готовы для того, чтобы принять военную присягу, дать клятву на верность белорусскому народу и Республике Беларусь. Произнося слова воинской присяги, будущие защитники Отечества поклялись быть преданными своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Я узнал, что у меня сослужил прадед мой в армии, также мой дед в армии, отец в армии, и я решил посвятить также свою жизнь армии, быть дисциплинированным, крабрым, честным, примерно для всего подражания общества. Я надеюсь, что и сыновья моих служат. День принятия военной присяги памятен и волнителен для каждого настоящего мужчины. Но, пожалуй, еще с большим волнением этот момент переживали и их родители. Желание, чтобы сын стал военным, было почти с самого рождения. И как-то ему всегда говорили о том, что это очень важно, это почетно, это нужно. И он как-то, ну, свыкся, что ли, с этой мыслью. И когда встал вопрос, куда поступать, он сказал, я не знаю другой профессии, как быть военной. Вот так и поступил. Вероприятие завершилось торжественным маршем и плац-концертом роты почетного караула военного факультета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова